Начну с плохих новостей. Наша партия с Ракопу, свидетели Ракопутина, находится в полном упадке, потому что старик Кабаев категорически против своего возвращения в Валдайский холодильник, куда его запроторил профессор Соловей. Кроме всего прочего, этот православный голем, я про Путина, умудрился дать интервью зарубежной прессе, где сообщил сенсационные новости. Во-первых, он уверен, что под давлением США Зеленский понизит мобилизационный порог до 18-летнего возраста, после чего американские эксплуататоры Дель Норте избавятся от него в течение года. Во-вторых, Кабаев заявил, что в Украине есть силы, которые готовы к переговорам. И здесь, как вице-президент партии с Ракопу, я хотел бы заявить нашим рядовым членам, что не все потеряно в нашем благородном деле. Старик не только превращается в сморчка внешне, но и демонстрирует все признаки слабоумия и отваги. Начну с американцев. Нет никаких сомнений, что здравый смысл, а не американцы, всегда указывали на тот простой факт, что война – дело молодых. Но призыв 18-летних при нынешнем рейтинге и авторитете власти не просто маловероятен. Я бы сказал, что он невозможен ни организационно, ни морально. Еще смешнее выглядит заявление о том, что в течение года американцы избавятся от Зеленского. Тут я, как участник двух украинских революций, абсолютно экспертно заявляю, что избавляться от Владимира Александровича мы будем долго и очень трудно, потому что власть утомляет только тех, у кого ее нет. И Зеленский в этом плане выглядит не просто неуставшим, а бодрым и полным сил. В каком-то смысле он весьма успешно сражается за власть уже шестой год. И не только против Путина и подлых американцев, но вот-вот откроет второй фронт против собственного народа. В этом нет, кстати, ничего экстраординарного. Обычный синдром осажденной крепости, когда человек или группа людей, вплоть до государства, уверены во враждебных намерениях окружающих, всех окружающих, включая жителей страны. И Владимир Александрович не одинок. В той или иной степени в этом режиме живет Израиль, а Россия не просто живет, а наслаждается своим тернистым путем в направлении ядерного апокалипсиса. При том, что у Израиля, похоже, есть реальные объективные причины. Ну, правда, там врагом не является свой народ, хотя он тоже периодически выходит на масштабные акции протеста, потому что не совсем понимает свою власть. Про лаптиканду говорить не приходится, там все монолитно, как кирпич. Но не стоит сильно переживать. В истории все это уже было и всегда заканчивалось одинаково. Просто в 20-м столетии в этот кругооборот вмешались технологии и окончательная победа на поле боя стала невозможной из-за ядерного оружия. Так что ждать придется чуть дольше. Плохо, если диктаторы и просто властные президенты доживут до времен, когда можно будет пересаживать головы на молодые шеи или появятся эффективные омолаживающие препараты. Тогда страдания людей будут длиться дольше. И все, что мы можем сделать, это начать звездную экспансию, сохранив человеческую расу на других планетах. Впрочем, актуальным остается вопрос, а нахиба мы такие красивые нужны? Вселенной. Доброго вечера. Мы из Украины. Выдавитесь проект Украина в огне. Мене зваты Рауль. На этом месте ставим лайки, не забываем про перепосты и в конце жду ваши комментарии. Также не забывайте посетить наш онлайн-магазин мерча с новыми поступлениями. К лету самое оно. А мы продолжаем наш сюжет. Также не лишне будет обратить ваше внимание, что пророческий дар старика Кабаева публично опровергнут мировым научным сообществом. И не путем словесных баталий, а опытным. Так экспериментарий, доказано, что при поднятии русской брови не происходит падение Киева за три дня. Но зато у русских десантников в Гастомеле или Гастомеле, как они любят говорить, случается массовый конъюнктивит, от которого они крепко жмурятся. Про операцию демилитаризации в РФ вообще запрещено упоминать, потому что Бледгород уже приветствует в своем небе атакамцы, а дроны украинского производства адресно поздравляют именинников в 1400 км от Киева. Вчера еще Макрон поднял градус демилитаризации на новый уровень, пообещав нам самолеты «Мираж». Теперь небольшая ремарочка. Уважаемые боты, полуботы и полупокеры, я прекрасно вижу вас в комментариях и прекрасно понимаю, зачем вы пишете посты типа «вони нам обещали летаки, але ничего не дали», або «захид нас кину, ничего не будет». Не, ну ребята, я очень рад, что вы на третий год войны выучили украинский язык и научились маскироваться под перепуганных малоросов. Но F-16 не просто будут, об этом уже очень скоро напишут ваши же военкурвы. А всем остальным я напомню, как вы причитали про то, что нам никогда не дадут системы Патриот и дальнобойные ракеты, а сейчас вы как-то об этом не вспоминаете. Понимаю, ведь нет ничего более бесполезного, чем просьба, которая уже выполнена. Короче, мой меседж вы поняли. А может быть и нет. Партнер проекту ТОПТУЛ – професийный ручный инструмент с пожитивой гарантией, надеянный помощник, який впорывается с будь-яким завданием на автосервисе та вдома. Номер один в Украине. А теперь немного хроника девчалых. Манкурт Фантаз Сергей Лукьяненко и писатель-совок Сергей Волков в Содружестве с Союзмультфильмом придумали гениальный распил бюджета. Они готовятся создать свою фантастическую вселенную на основе советской классики. Я абсолютно не шучу, это чистая правда. В бой с фашизмом, а с чем еще, пойдут Ихтиандр, Инженер Гарин, Хозяйка Медной Горы, Аэлита, Левша и другие. Черновое название вселенной – Орден Алой Звезды. И непонятно, почему, кстати, забыли Незнайку. И я, честно говоря, думал, что всю эту историю назовут Мурвилл от слова Мура, но, видимо, решили сработать тоньше. И я уже сейчас представил Ихтиандра в Коженке с Маузером и Буденовке с Алой Звездой. А Инженер Огарин обязательно с лицом Пригожина. Неплох будет и Левша с двумя левыми руками от Халка. В трико с кумачевыми трусами, поверх советских рейтузов с отвисшими коленками. А Элита с таблом Собчак – это обязательно. И хозяйка Медной или Модной Горы, которую сыграет сама хозяйка Медной Горы – Алина Кабаева. Это тоже обязательно. Странно, почему забыли про Громозеку, который уже зарекомендовал себя на полях СВО. Тут вообще сказка стала былью, без вмешательства фантастов. В общем, назревает классическая и битваю мать Россия спасена. К сожалению, не отстают и герои нашей вселенной под названием внутренняя лаптиканда. Не успели утихнуть баталии вокруг нормы закона, где 17-летние парни завтра должны вернуться из-за границы в Украину, чтобы лично стать на учет военкоматы, как в бой на ровной ноге ворвался известный каратист Офиса простых решений, глава комитета ВР по нацбезопасности господин Венеславский. Хороший план. Но прямо на видео господин Венеславский выглядит немножко соврамши, потому что после окончания контракта ты все равно не можешь демобилизоваться из ССУ, пока не будет отменено военное положение и не закончится война. Демобилизация возможна только по здоровью, когда на комиссию ты принесешь свое оторванное туловище и предоставишь все документы на него. Зачем Венеславский, который кстати на видео одет как военнопленный, несет эту пургу и делает вид, что все вокруг него чистые и незамутненные идиоты я не понимаю. Видимо такой новый тренд. И сразу для людей со специальными интеллектуальными потребностями. Я за закон и порядок, но я против брехни, которая очевидна для всех и ни к закону, ни к порядку, ни к справедливости не имеют никакого отношения. На цьому все. Вы смотрели проект Украина в огне. Памятайте про то, что попри усі негаразди, империю будет разрушена. Слава Украине! Продолжение следует...